Добрый вечер! Завершилась очередная неделя и мы подводим итоги нашей работы. Говорим о городском хозяйстве и все, что с ним связано. Сейчас середина января, зима в самом разгаре, в Одессе выпал первый снег, ударили первые серьезные морозы и несмотря на это мы не стоим на месте, мы работаем, мы выполняем те задачи, которые перед собой поставили. И уже хотелось бы отчитаться о первых итогах. На данный момент мы завершили полностью все работы по замене освещения наружного и по реконструкции наружного освещения в Суворовском районе по Крымскому бульвару. Сейчас он заиграл абсолютно новыми, яркими, современными уже это цветами. Мы это помимо того, чтобы поменяли все лампы наружного освещения, теперь это не натриевые желтые лампы, а современный белый свет, более яркий и более экономный, что важно тоже отметить. Помимо этого мы еще заложили новые кабельные каналы, где-то заменили, а где-то сделали реконструкцию, подремонтировали действующие опоры. И в дальнейшем нам это позволит сделать подсветку деревьев, которую мы тоже хотим сделать на Крымском бульваре в феврале, а возможно в марте, зависит от погодных условий. К этому все у нас уже готово. Хочу напомнить, что эта подсветка будет выполнена в это рамках общественного бюджета. Хотелось бы перейти к не менее важному вопросу, с которым безусловно сталкивались все любители домашних животных, у которого есть дома питомцы. И к сожалению, рано или поздно мы все столкнемся с этим вопросом. В Одессе на сегодняшний день нет как такового четкого решения, либо алгоритма по захоронению домашних животных. Нет специально выделенного кладбища домашних животных, нет этой колумбарии. И еще раз повторюсь, нет самого алгоритма решения этого вопроса. Велись какие-то стихийные захоронения где-то в парках, либо за городом и так далее. То есть системы в этом вопросе не было. И мы перед собой ставим цель в этом году, а хотелось бы даже в первой половине года вопрос этот решить. Уже выполнена большая часть этой работы, скажем так, по организации места захоронения домашних животных и по решению этого вопроса в дальнейшем. И уверен, совсем скоро мы уже сможем отчитаться о выполненной работе. Также хотелось бы коснуться сегодня наших бытовых отходов. То, в каком это количестве они генерируются в городе, как ведется этому учет, и что необходимо сделать, чтобы все-таки мы не видели переполненных контейнеров и вовремя опорожняли и убирали те контейнера и тот мусор, который есть в городе. Мы уже говорили о том, что департаментом городского хозяйства совместно с коллегами разработана схема санитарной очистки города. Теперь для этой схемы дальнейшим шагом нам необходимо установить новые нормы накопления бытовых отходов. Хочу немножко объяснить, что это такое и зачем это надо. На сегодняшний день в Одессе действуют нормы накопления 2006-2008 года. То есть они уже далеко не актуальны. Что это и зачем это нам надо? Город растет, город развивается. Это количество туристов в городе становится больше. Это количество жилья в городе тоже становится больше. Бары, рестораны, кафе, магазины, торговые центры. Город развивается. И нам надо идти в ногу со временем и это понимать, что количество мусора, бытовых отходов, которые генерируются сейчас городом, это становится намного больше. Чтобы нам ввести в действие, а вернее утвердить на исполкоме нашу схему санитарной очистки города, безусловно, нам сначала надо установить эти новые, современные, актуальные нормы накопления. Эти расчеты были выполнены. Достаточно большая работа выполнена департаментом городского хозяйства. И вот сейчас мы, после того, как установим новые нормы накопления бытовых отходов, мы сможем уже это перейти к утверждению нашей схемы санитарной очистки. Что это нам даст, еще раз хочу повторить. То есть мы будем четко понимать, сколько в городе генерируется мусора. Какое количество контейнеров нам надо, какое количество техники нам надо, чтобы вывести этот мусор с города, где нам надо устанавливать эти контейнера, ну и как часто нам надо их опорожнять. На сегодняшний день и схема готова, и норма уже рассчитана. Сейчас мы это выносим на исполком и надеемся на утверждение. В первую очередь, норм накопления, а потом самой схемы. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю и говорим о наиболее важных вопросах в городском хозяйстве.